Ирина Медведева Ирина Медведева Не хочу я делать пампы Ну правда Не для этого номера Ну какое-то Орешки какие-то Иди Пампу вперед-назад Раз и два Навраво подожди лишь давайте скажу что надо сделать я очень люблю историю связанные с декабристами и вот и жены декабристов трубецкая волконская для меня это вот как женщины прототипы служит послужили от образа которую мы будем с полосом катать у нас немножко другая история но все таки какие-то отголоски с этих историй нас будет очень будет и а и и и и и и и АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В качестве музыкального сопровождения своего номера вот этот романс Георгия Свиридова, который был написан как музыкальная иллюстрация к пушкинской метели. Видите, под этот роман с олимпийскими чемпионами в 2006 году стали Татьяна Татмянина и Максим Маринин, оба участвующие в нашем проекте. Ну вот, мне кажется, получилось очень здорово. Идюха, саран, чтоб не красная была рука сейчас. Ирина Медведева и Пол Усвана с оценки за технику. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, оценки за артистизм. Все 6-0, средний балл, 6 баллов, ровно общий балл, 12 баллов, ровно. Действительно, очень было все исполнено нежно, проникновенно, глубоко. Генеминес, что скажешь об этом танце? Они настолько были внутри друг друга, они настолько были пропитаны драматизмом, именно внутренним драматизмом. И им на самом деле было все равно, кто здесь вокруг, присутствуют люди, зрители, жюри или не присутствуют. Они жили настолько своей жизнью внутри, что это было просто настоящее кино. И знаете, когда Повелос вот прям появился в начале, я смотрел на него и вспомнил потрясающих наших литовских актеров. Будратис, Адаматис, Банионис. И вот в этом ряду вот сейчас стоит у меня Повелос Ванангас. Понимаете, это просто настолько просто и глубоко, без всякой игры. Так играть нельзя, понимаете? Нельзя так играть, так можно только жить. Вот что они сделали? Вот все, больше даже ничего не скажем. А мы сейчас Виктора спросим, так можно играть? Я бы так точно не смог. Вы знаете... Смогли бы, несколько месяцев упорных тренировок здесь и смогли бы. Можешь попробовать, я не знаю. Легко. Вы знаете, что пока для меня это абсолютно лучшее выступление. Спасибо. Это было настолько гармонично. Они настолько подходят вот на эти роли, как будто был некий кастинг к этому маленькому фильму. И вот опытный, умный, мудрый режиссер выбрал именно их. И они очень похожи друг на друга. Потрясающие ребята, просто потрясающие. Спасибо, Виктор. Татьяна Анатольевна. Первое. Спасибо Александру Сергеевичу Пушкину. Второе. Спасибо Георгию Васильевичу Свиридову. Третье. Спасибо, что исполнили эту музыку душой. И я не видела элементов ни сложных, ни суперсложных, потому что все было абсолютно органично и вплетено в канву танца. И спасибо тем, кто первыми в истории катался под эту музыку. Это были Роднина Зайцев и Таня Татьмянина и Максим Маринин. Спасибо большое. Какие вы красивые, какие вы нежные, вдохновенные. Вы парили надо льдом. А вот ваши образы вызывают во мне некоторый вопрос. Это ваше творение искусства или все-таки же действительно вы смотрели на олимпийских чемпионов и были с ними в одной струе? Куда мне до олимпийских чемпионов? Я оттолкнулась больше от музыки, позвонила Повелсу и сказала, Пов, у меня есть отдельная история, связанная со Свиридовым. Первый раз, услышав в жизни, маленькой девочкой на уроке музыкальной литературы, в школе музыкальной, на пластинке в городе Бобруйск, Белоруссии, я плакала, сидела такими с людьми, не стесняясь рядом сидевших учеников. И я сказала, пожалуйста, эту программу давай сделаем. И он согласился и музыку сразу вот так выбрали. И спасибо, я рада, что эта музыка принесла когда-то победу вот нашим известным фигуристам. Пов Ирина, мы Ирину знаем как комедийную актрису, но ей безумно идут вот такие вот драматические роли. Ты будешь продолжать с ней кататься именно вот в таких образах? Или все-таки же ты вернешься к ее стезе? А ты слышала, что Ириша сказала? Да, да, конечно слышала. Или поменяешь партнершу? Нет, я думаю, что образ нам все-таки придется чуть-чуть менять, потому что Ириш про это просит уже, наверное, второй или третий эпизод. Но я пока еще не готов к смешным танцам. Уже очень мне понравилось с Иришей исполнять именно серьезные драматургические номера. Но если попадется музыка, которая действительно, как говорят, здесь вставит обоим, и тренерам, и нам, то что-то веселенькое я бы, конечно, уже хотел бы. Так что мы будем пробовать, да? Да, Пов, и спасибо тебе, правильно жюри сказала. Ты правда замечательный драматический артист, правда. Ну а мы будем с нетерпением ждать ваших смешных образов. И спасибо вам большое, я желаю вам только удачи. Спасибо.